Зарисовки из жизни истинных йогинов, зафиксированные методом автоматического аудиописьма. Кратко о Парамбаре. Про отец всех истинных йогинов Патанджели. Привык всякий раз, переходя в положение сидя, попутно осуществлять состояние неродха, останавливая непроизвольные клишевые в рите. Воспроизводит он это состояние, в котором ум покоится в собственной форме, не порождая содержаний, уже независимо от того, есть в уме в рите или нет. Нет, это привычка. Хотя в Ясо его любимый комментатор и, по мнению некоторых, одно с ним лицо, считает, что это все те же клеши, овиде, рага, двеша, но в более тонком проявлении. И вот все родственники Патанджели, его друзья и сослуживцы начинают имитировать неродха, благопристойно присаживаясь и закатывая глаза в дриште, замирая, словно высеченные из камня. Это как раз понятно, скульптору же нужно время, чтобы запечатлеть неродха для потомков в приличном виде, а к хорошему скульптору запись на три месяца вперед и оплата вперед. Короче, сидеть надо неподвижно и тренироваться, стало быть, надо. Все дети Патанджели, все его племянники, внуки и дети его друзей в проявленном и в тонких мирах говорят теперь о неродха, как о чем-то само собой разумеющемся. Это традиция. Прямой наследник Патанджели, не по крови, но по духу, сватмарама, говорит, что осуществление неродха нужно для того, чтобы очистить ум от греха неведения. Это обряд. И вот, духовный прапраправнук сватмарамы утверждает, что очищаться от греха неведения нужно только путем выполнения удобной и устойчивой позы, предпочтительно триконасаны. Это ритуал. Авторитеты Йогин смотрит в книгу и находит фигу. Складывает ее в особую коробочку рядом с другими священными плодами из традиционных источников, где они положенное им время ферментируются, доходя до кондиции, как истинный пуэр, который закапывает в землю. К такому Йогину без зонтика не подходи. Мигом закидает духмяными ссылками на авторитеты. Бессознательный транс У вас такое сосредоточенное и одухотворенное лицо, когда вы занятия ведете, как будто бы вы переноситесь в какое-то особое тонкое измерение. Тихим эхом из-за туманной реки прорывался в безмятежный внутренний мир Йогина взволнованный женский голос, поднимая ум, как якорь с илестого дна. Из бездонной глубины непроизвольной протихары, вызванной погружением в увлекательный мир математики. В процессе подсчета людей в зале, помноженных на стоимость семинара, за вычетом расходов на аренду зала, дизайнер-верстальщик, рекламу в соцсетях, с учетом разницы цен на раннюю пташку и полную оплату, и несколько человек по разуму надо бы не забыть. Да, и в самом углу-то притерлась парочка еще ничего не плативших. Вот об этом надо предупредить администратора, встрепенулся Йогин, легким кивком головы, укладывая группу в промежуточное расслабление для восстановления ЧСС. Примычным образом направив внимание в Хридайогранхи, замедлив пульс и сняв напряжение, с ясным умом и принимающим открытым сердцем, воспарил на рецепшен, подтаскивая за собой крепко затянутый на лодыжки, сделанный по особому заказу, сверхдлинный ремень для Йоги, элегантно привязанный к ноутбуку, который, как обычно рядом, мерцает потухшим экраном. И когда наш Йогин слишком высоко взмывает над залом, ремень натягивается и скрипит ноутбуком по стенам, неизменно застревая в приточно-вытяжной системе вентиляции, в то время, как из его темных глубин тихо, но отчетливо звучит музыка сфер. Небесные певцы-музыканты, гандхарвы и утонченные ведьяхары, известные мудростью и красотой, люди-полуптицы, парят в эфире, наслаждаясь песнопением и громким смехом, с гирляндами цветов, как символами победы над тяготой мира, духой и мечами, символами знания видья, поражающего невежества о видье, а люди в промежуточном расслаблении, ничего не подозревая, видят необычные летающие сны, о которых потом полностью забывают, сохраняя при этом приятное чувство свежести и покоя. Но в какой-то момент, персонально приставленный к нашему йогину по милости Кубьеры, бога богатства и процветания, Могучий видьяхарв выдергивает его за специальный ремень для йоги из тонких миров обители Брахма, так, чтоб не забалдел ненароком Самадхин, и плавно возвращает к станку на липкий армированный коврик высиживать необусловленное. Однажды истинный йогин съел на ночь что-то не то, и приснился ему страшный сон, где в ярко окрашенных одеждах металось пахучее желание, источая неугасимую жажду прекратить что-либо желать. Да так, что все взмокло, а с ним йогин лежит, несчастный, маленький, чуть теплый, увлажняя постель. Но тут же взял себя в руки, установил ясное присутствие во всей своей бесприютной ощуплости, и йогин сбрасывает одеяло невежества и ощущает холодный, но освежающий прилив пустоты ума, в который и зрит. А тело всего этого хоть и не хочет, но куда ж деваться, только если в теплый душ после масляного самомассажа. Но это уже утром в Брахмаму Хурту, когда тело проснется, и йогин поведет его в детский сад, в школу, на работу, в горы, к Индийскому океану, где так много сатвичных ресторанов, в одном из которых тело расслабится и наверняка опять съест что-то не то. В общем, поведет его в люди невозмутимо, терпеливо и настойчиво, сам-то уже давно оставив человеческую форму. В монастырях Южной Азии Нистовая жара Влажность Душные медитации под москитной сеткой И липкий теплый пот, затекающий под одежду. Назойливые радиотрансляции, чантинг из окрестных монастырей, непривычная еда, раздражающая ЖКТ. Паразитарные инвазии, стремительный распад продуктов метаболизма, дохлый Wi-Fi. И только по 30 минут в день, и только через ВПН, и только в неделю, раз, отсутствие квалифицированного медобслуживания, и вездесущая облезлая собака, прибегающая за едой всегда четко, как по расписанию. Вечером оглушающий рев цикад в сумеречных джунглях вокруг маленького деревянного домика кутий, в котором ум буквально сам начинает успокаиваться, сосредотачиваться и в какой-то момент останавливается. Остается только Йоген один на один со своими фантазиями о просветлении. А дома тишина и прохлада, элитный Пуэр из Китая, иматы из Аргентины, звукоизоляция, кондиционер, ионизатор, воздухоочиститель, сбалансированная питания, биодобавки, ноотропы, сублингвальные витамины, иммуномодулятор, медстраховка и друзья-врачи, мануальщики-массажисты и тонкий аромат непальских благовоний, пропитавших домашний алтарь и немного подушек в комнате для медитации, безлимитный интернет, в который не нужно спешить, подцелительные звуки из блютуз-колонки и дворовый код Федя, спешащий на прикорм к мусорным бакам с раздельным лагом рот мусора, спешащий на прикорм к мусорным бакам. А утром масляный самомассаж, горячий душ, хатха-йога, формальная медитация, все четко, по расписанию. И в какой-то момент йогин действительно останавливает ум и остается один на один со своими фантазиями о просветлении. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и Куша, на котором так удобно расположиться в черном ланготе на жилистых бедрах с красным тилоком на лбу, глубоко вдыхая и удерживая внутри пьянящий запах цветущего кешью. А на завтрак уже ждет стопка холодных идли, завернутых в большой пальмовый лист с огненным самбаром в маленьком полиэтиленовом пакетике. То, что каждое утро оставляет у входа соседский мальчик в обмен на индийские рупии ишь, всегда приходит четко, по расписанию. И кто знает, кем он вырастет, этот пацан, и что будет здесь лет через двадцать, так же безмятежно, как и непроизвольно, думает Йогин. Неторопливо натирая кокосовые чатни со свежими листьями, брами, имбирем и гималайской солью и нарезая салат из листовых овощей, выращенных на собственной грядке у маленького ручья, с каменным дном и песчаной отмелью, головастиками в тихой заводе и пугливой маленькой коброй в тростниках. Где бывало, отмывая песком и травой каменную ступку и тихо напевая под нос любимую мантру, Йогин в какой-то момент спонтанно фокусируется на внутреннем звуке и, наконец, остается один на один со своими фантазиями о просветлении. А бывает так, что Йогин осознает себя во сне, а тело его тем временем пукает, ворочается во сне, и происходит это всегда в пик активности вата-доши, все четко, по расписанию. Но Йогин видит это как будто бы со стороны, подобно тому, как он видит ночь, утро, день, вечер и все феномены своей насыщенной внутренней жизни от момента к моменту. Разворачивается, поворачивается, ворачивается, останавливается сознание, меняется, существует, плывет. Иногда почти исчезая из виду в пучине времени и пространства. И все эти многочисленные просветления приходят и уходят, а истинный Йогин сидит, лузгает их, словно семечки. О, сияющий в темноте кормивец, тот, кто дарует и отнимает, источающий амриту мудрости нектар забвения, тот, кто в иллюзорном теле своем запечатлел символ вечности. О, незримая метафора сознания, постоянно напоминающая о том, что самсара обладает свойствами бесконечности. Глядишь, какой сегодня игривый, то потухнет, то погаснет. Ну, давай-ка, просыпайся уже, моя прелесть. Ласково и в то же время важно, с проникновенным тихим достоинством. Непроизвольно как бы думает Йогин, произвольно наблюдая все эти психические процессы, под натиском мимолетного приступа сентиментальности, вкратчиво, поглаживая слабо мерцающий экран своего старого, потертого, непрерывно подвисающего ноутбука. истинный шоппинг. Случается, Йогин открывает глаза с ясным ощущением. Ощущением того, что он опять попал в магазин бесполезный хер, где предполагается приятно проводить время, пастись в полном и беспрерывном отождествлении. Но внутренний гуру не дремлет, вверху за левым ухом шепчет тайное наставление о том, как умело использовать все это, чтобы не прилипало. И вот Йогин идет мимо полок, витрины, прилавков, а на самом деле, конечно, сидит чинно в подмассане, что, конечно, тоже относительно, поскольку, чем больше он сосредотачивается, правильно настраивая восприятие, тем больше вся эта его подмассана, сидеть, ходить, смотреть и выбирать нужное в хозяйстве, все это расплывается на линии и формы, отдельным делом, от которых плывут чередой и растворяются в небытии нарративы. Подобно неидентифицированному мерцанию в его специальном ноутбуке Шрёдингера, где утомленный бездельем ум кликает на разделы, попутно смахивая всплывающую рекламу, все эти акции, скидки, суперпредложения, списки, разложенные по полочкам отзыва покупателей, и всё сильнее зудит в мулатхаре вау импульс, побуждающий к выделению дофаминов, блокируя упорядоченное движение прана ваю. И все эти фоточки, селфи, звонки, чаты и сообщения, где ум предстаёт сам себе, в разных ракурсах и смыслах, за которыми на задних и боковых планах и просто в тени молчаливого большинства вырастают слова, контексты, культурные коды и устремления, где всё это переплетено, замусорено и обсижено голубями, как старые электропровода в старом Деле, по которым непостижимым образом всё ещё движется электричество, подобно тому, как в уме, по самым тонким чьи-то наади движется прана, внося свой вклад в психофизическое состояние, а мир становится соответствующим ожиданиям в призме внутреннего отношения к процессу. Вот так всё это плывёт по каналам Нади и пахнет, заполняя фимиамом внутренней реальности упоённое сознание. Но раз и всё, вышел на улицу, а там воздух, свежесть и отсутствие раздражителей, и ум смотрит в ум, проникая глубоко по самую беспредельность. Величество смерти. Однажды истинный йогин зашёл в дзен-кафе и, сам того не замечая, уселся под портретом кода соваки. На портрете, вернее, на фотографии, чёрно-белой, ретушированной и обработанной в сепию, красовалось изречение, почему-то на английском, которого истинный йогин толком не знал, но чувствовал задним умом. А внутренний гуру тут же нашептал ему перевод. Волнуетесь о смерти? Не волнуйтесь, вы точно умрёте. Кода соваки. Когда же подали роллы и суши и суп шии, таки, и тофу, и темпуру в подарок от заведения? Наш йогин, утратив на время осознанность, ясность и свойственную ему чуткость, поскольку пару дней назад забыл апгрейтить назальных нано-ботов и теперь практически не чувствовал запахов, беспечно хрустел несвежими роллами с огурцами и темпурой, поджаренной на прогорклом масле. После чего у него вскоре началась изжога и позывы в уборную, которая, к счастью, оказалась не занята. И вот уже через полчаса в уединении под звуки японской флейты сакухати, взрастив осознанность и невозмутимость, Йогин вернулся за столик, где стоял чайник остывшего дешевого чая сенча, который в меню почему-то именовался Сенька. Воспрегубив его терпкую, ароматизированную сущность и подняв глаза, Йогин увидел надпись на фартуке маячившего перед его столиком в ожидании чаевых официанта. Человеку бывает по-настоящему хорошо после того, как ему было по-настоящему плохо. Официант открыто улыбался, указывая глазами на стену, за спину истинного Йогина. И тут опять включился внутренний гуру. «Ну, что я тебе говорил? Балда!» И Йогин стрепенулся, с отсутствующим взглядом рассматривая длинный кассовый чек, написал на его обратной стороне огрызком зеленого карандаша, непонятно как, завалявшегося в кармане. «Не волнуется о смерти тот, кто постиг жизнь». Жизнь, энтропия, выраженная в обновлении. Умираем каждое мгновение, которого к тому же и нет. В этой связи хорошо волнуется тот, кто волнуется за пределами позиции наблюдателя. Когда все это треволнение ни волна и ни точка в равновесии неопределенности и естественно и неповторимо за пределами трех времен. На выходе из дзен-кафе Йогина застали врасплох какие-то странные нарастающие звуки. Не оборачиваясь третьим глазом, он узрел официанта. В позе оратора с его зеленым чеком наперевес и весь дружный корректив дзен-кафе, состоящий из двух поваров, менеджера и уборщицы, застывших в уважительном поклоне под аплодисменты немногочисленных восхищенных посетителей. Одним прекрасным утром истинный Йогин, проснувшись в своей пещере, обнаруживает выходной. Дел никаких нет, планов тоже. Можно спокойно понаблюдать, чем таким занят ум, когда он ничем не занят. Побыв в присутствии некоторое время, достаточное для констатации процессов внутренней жизни и таким образом без усилий, принимая все необходимые изменения, Йогин поднимает тело над ортопедическим матрасом, покрытым льняной простыней и одеялом, густо расписанными изображениями травы куша, следует в уборную, похрустывая под ногами детскими игрушками, разбросанными тут и там, прямо на проходе. Опустив глаза, чтобы отодвинуть в сторону фрагмент конструктора лего, Йогин натыкается на записку от жены. Закажи воды, тварь, все выпили, и в музыкалку сегодня к семи. По дороге запиться и заскочи кабанчиком, как ты умеешь, если не успеешь, тогда наоборот нам пути в теремке его накорми. Как приедете, проследи, чтоб перед едой выпил все бады. Они уже на столе, в блюдце, потом по схеме закапываем, лежим на боку, пьем двенадцать капель и через пятнадцать минут опять закапываем. Через пять-шесть минут промываем, сваркаемся по три раза над раковиной. В прошлый раз засрали все зеркало. Потом можно есть. После еды помоги ему с экспериментом. Мы вчера начали уже. На подоконнике три колбы, инструкция в коробке, задание номер пять, потом уроки, особенно математику проверь, и домашка по музыке. Нужно теперь все ровно под метроном, турецкий марш в пещере горного короля повторить по пять раз. В учебнике по ритмике сто первый и сто восьмой этюды разобрать и играть под счет. Пить воды ему давай почаще, музыкалке как выйдет сольфеджио сразу проверь, чтоб бутылку всю выпил перед выходом. Меня не ждите, спать ложитесь, читайте, если лень, поставь ему аудиосказку и с ним лежи, усыпляй. Я с барабасиков и танцев сегодня поздно, сейчас к мамашке твоей бегу, еды мне оставьте с ужина. Продублировала все это в ТГ и на Ватсап, а то опять что-то забудешь. Чмоки. Почесав где-то под трусами и сообразив, что замерз стоя на сквозняке, Йогин двинулся в уборную промывать нос, глаза и забитый волосами сток в ванной, сохраняя присутствие в потоке мыслей, о списке будущих публикаций в соцсетях, задолженности за аренду, программе-семинар и обещанной к нему методичке уже на следующие выходные. За окном гнездились вороны, в подъезде пахло ссаными кошками, сосед снизу разогревал замерзший за ночь радиатор, а внутри уже маячил факт когнитивного инсайта. Усилием воли отбросив надвигающиеся самадхи, Йогин устремился на кухню. КОНЕЦ 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 Когда наш Йогин распознает, как ум его поет и пляшет вокруг да около опорного объекта, и словно пламя на фитильке колеблется и затухает, вспыхивая с новой силой, несмотря на дефицит кислорода, возникающий в процессе длительной произвольной задержки дыхания, произвольность которой рано или поздно самоиссякает, а ум тем временем успокаивается, обнаруживая то самое ничего в середине нигде. И, обнаруживаясь вот так в каком-то очередном недопросветлении и легком метакогнитивном диссонансе, где ум под строгим присмотром гуляет сам по себе, Йогин зрит во весь этот ум и ждет, обнаруживая все это гляденье в меру своей невозмутимой равностности. Иначе говоря, неторопливо опираясь на освежающее осознавание, Йогин постепенно въезжает в тонкости тхьяновых погружений, отчего его тут же еще сильнее накрывает могучей силой прозрения, и все плывет своим чередом. Мысли, звуковые вибрации, муторные хотелки и все эти привычные потуги ум как на ладони, сидеть, не порождая содержаний, видимым только видимое, смотри же, глубже смотри в свой ум. И тут стучит по плечу неистовый внутренний коуч, повысить качество жизни сулит, сладко подмахивает, морок наводит, одеялами комментариев обертывая затуманенный ум. Чтоб, значит, Йогин не простыл ненароком в этом своем прозрении, обстоятельно и ворчливо, словно бабушка Карлсона, чтоб, значит, порядочек везде был, согласно современной нейронауке, во всех этих ваших неупорядоченных пустотных недосодержаниях. И воду нагло вульет, горячую, и намыливает, то венечком поврите пройдется. А так, а так, чтоб звенели, то ветошью будхи полирнет, а чтоб шипч сиял. Словно муха жирная зудит. Самадхи, самадхи, не были мы ни в каком самадхи, нас и здесь неплохо кормят. И сам себе неизменно отвечает. Глядишь ты, а в самадхи-то у нас почуют утонченными блюдами высокой кухни. Вот вы, господин Йогин, что, к примеру, будете? Водку или спирт? Кайвалью или небану? Голосом Йогина сам себе отвечает. Ну, даже не знаю, все такое вкусное. А Йогин сидит неподвижно, как мути, высеченный в скале, невозмутимо принимая натиски ветра, воды и наплыва туристов со смартфонами, корзинами еды и столиками для пикника, женщинами, раскладывающими пластиковую посуду, уголдящими детьми, писающими то там, то тут собаками и прочими проявлениями жизненной стихии, по мере того, как безумная мудрость, заполняющая сознание, трансформирует все это в восходящее солнцепрозрение, в теплых лучах которого сердце его поет бодхичиттой, на птичьем диалекте пиджин инглиш, и только из-за угла вдруг неожиданной мудрость, мудрость, вольный перевод внутреннего коуча, автоматически зудящего где-то на заднем плане, мол, работаю, как могу, извините за мой китайский, куда ты спешишь, как катящийся камень, сядь и заткнись в глубоком самадхе, где ты сейчас, не тормози, когда остановлены в ритте, тихо внутри и комар не летает.